В Москве 18 января вернутся в школу ученики всех классов. Их льготные проездные для общественного транспорта разблокируют. Но если коронавирусом заболеет хотя бы один учащийся, весь класс переведут на временное дистанционное обучение. А вот колледжи и вузы продолжат работать удаленно или останутся на каникулах до 21 января. Остальные ограничительные меры продлили на неделю, до 21 января. Например, сохраняется домашний режим для пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания. Также сохраняется система регистрации посетителей общественных мест. При этом москвичи могут вернуться к обычной жизни уже скоро, если в ближайшее время эпидемиологическая ситуация не ухудшится, а уровень заболеваемости останется стабильным, то ряд ограничений смягчат. Помни о правилах профилактики коронавируса. Носи маску в общественных местах и соблюдай социальную дистанцию. Тикток обновляет настройки безопасности для несовершеннолетних пользователей. Аккаунты подростков до 15 лет автоматически станут приватными. Это значит, видеоролики увидят только одобренные пользователем подписчики. Сервис также ограничит комментирование, видео, размещенных пользователями младше 16 лет. Можно будет отключить обсуждение публикации совсем или разрешить его только для друзей. Но дать возможность комментировать всем пользователям нельзя. Снимать дуэты разрешено с видеороликами тиктокеров старше 16 лет, а дуэт с пользователем 16-17 лет могут снять только его друзья. Сохранить на устройство можно только видео пользователей старше 16 лет. Для этого нужно специально включить в настройках разрешение скачивать свой контент. Параметр «Предлагать вашу учетную запись другим» отключат для пользователей в возрасте до 15 лет. Платформа TikTok доступна для пользователей старше 13 лет. Представители сервиса надеются, что ограничения помогут молодым тиктокерам более осознанно подходить к созданию контента и самостоятельно определять конфиденциальность в приложении. Собаководы смогут еще лучше понимать своих питомцев. В Южной Корее создали ошейник, который определяет настроение пса Палаю. Программа использует технологию распознавания голоса и считывает пять эмоций. Радость, спокойствие, тревогу, грусть и злость. Например, один из владельцев обнаружил, что его собака злится, когда проигрывает. Результат анализа голоса пёселя сразу выводится в специальное приложение в смартфоне, и хозяин может увидеть, что собака пытается передать своим лаем. Кроме того, устройство отслеживает физическую активность и время отдыха пса, как человеческий фитнес-браслет. На разработку ушло около трех лет. В основу ошейника легли 10 тысяч образцов голоса собак 50 разных пород. Устройство тестировали в Сеульском национальном университете и определили, что точность распознавания эмоций аппарата составляет 90%. В польском Вруцлавском зоопарке впервые за 155 лет родился детёныш индийского носорога. Это очень редкий вид животных. Их содержит всего 66 зоопарков мира. В дикой природе они тоже встречаются нечасто. Несколько десятилетий назад индейские носороги были на грани исчезновения. Браконьеры охотились на них из-за длинного рога, который может достигать 57 сантиметров. В народной медицине некоторых стран считается, что лекарство на основе рога носорога лечит любую болезнь. Ради добычи браконьеры были безжалостны к животным. Дело дошло до того, что защитники животных стали спиливать рога млекопитающим, чтобы спасти их. В итоге строгие правила защиты помогли увеличить численность этих носорогов до 3600 особей. Редкость вида делает рождение индийского носорога особенно важным и радостным событием в Вруцлавском зоопарке.